посыпают этим самым песком ну между нами девочки не говоря если еще на дороге еще куда не шло но здесь посыпано смотреть а вот здесь уже не посыпано на ключи то дело на нашем деле что не навернуться конечно молодец что здесь посыпал я в машине и все ключи погода минус 1 лёд галимейший возле всех этих мест где народ приходит заходит сегодня одна барышня забыла бутылку с водой я вынесла на улицу ей блин мама дорогая это какой-то это какая-то жесть потому что так скользко я как это самое хочется причислить к себе бэмби на льду но я больше выглядела как корова на льду потому что скользко просто невероятно это я вон в уголок туда зашла в уголок зашла думаю сейчас я тебе быстренько отдам куда там быстренько это еще мое счастье что они никуда не уехали уши жена есть заказали ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это просто жизнь жестянщика минус 1 в общем вот это все что передо мной это все скользко невыносимо вот он сейчас ездит везде посыпает песочком 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 такие вот дела единственное как бы мне очень радостно что дорога скажем так разбита и ну и почти тормозится капец и почти тормозится во всяком случае тормозится медленно но я не об этом хочу сказать хочу сказать сейчас меня видно немножко вот что работа на бензоколонке ну не добавляет любви к к людям ну простите меня не добавляет уже я не знаю 47 раз зарекалась миллион раз я себе говорила оксана закрывай дверь ровно в десять часов ровно чтоб избежать всех неприятностей закрывай и все магазин работает до десяти вечера но ну иногда моя доброта мать я за ногу мама чё ты меня такой доброй воспитала надо сделать мне было суку такую с большой буквы с слышь мама такую чтоб ух при одном виде только что я последняя зараза в жизни чтоб никто ко мне не подходил нет же ж уже два шага до двери оставалось заполз один товарищ и говорю вообще то магазин закрыт я хотел только кофе ну думаю ладно давай пока я туда сбегаю значит это самое приволоку булки я значит бегу на склад забирать эти булки которые стоят вот у нас два кофе аппарата один кофе аппарат который слева стоит его нужно мыть вот действительно что его нужно мыть сначала одна процедура запускается там проходит какое-то время потом ты должен его значит внутри это самое ершиком пробежать потом запускаешь вторую процедуру опять ершиком надо прожужать потом третью процедуру ну это в течение в общем-то часа полутора в зависимости от того есть ли покупатели или нет то есть тебе все время как бы нужно к нему подходить и сделать если покупатели есть то естественно это все дело затягивается ну и он чешет к этому левому к этой левой кофе машине блин думаю там же ж ну 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 шо ты тыкаешь лапами в нее думаю я там висит бумажка что в данный момент большая такая бумажка огромная а4 что в данный момент машина моется нет он лезет в эту левую машину и начинает тыкать туда пальцы я ему говорю воспользуйтесь правой машиной он тыкает в левую я ему опять рабочая машина правая возьмите кофе из нее и и и и вот так вот всегда вот стоит быть хоть немножечко доброй всегда какая-то же получается вот я не знаю но вот это просто вот какой-то вот вот сейчас в данный момент это просто крик моей души израненной ну нельзя быть доброй покупателям вы меня хоть западайте потому что когда держишь расстояние когда держишь говоришь нет только лучше бывает потому что я уже сколько раз себе говорила что оксана нельзя вот ну нельзя ну вот это самое потом у меня был абсолютно полный кризис работы на бензоколовке мне хотела всех нахрен перестрелять переубивать пере я не знаю ой скользко минус один и скользко вот в общем кризис был я уже сама собой боролась и говорила что оксана надо вот это самое вот надо так Они же не виноваты, что у тебя там, допустим, тебе какой-то пиздюк настроения буквально минут через 15 до этого испортил. Нужно брать себя в руки. Я уже, в общем-то, как-то, скажем так, приноровилась и уже, скажем так, нашла выходы, моменты, когда можно взять себя в руки 10-15 минут, ты опять нейтральный, ты опять улыбаешься, ты это самое. Ну, это уже отдельная история. Но я хочу сказать, что работа на бензоколонке не добавляет любви к покупателям и посетителям. Вот сколько бы я, вот я уже себе вот эти кризисы себе это самое, я уже себе придумала, что они, что я хозяйка дома, а они ко мне заходят, это мои гости. Но с другой стороны, думаю, твою же мать, нахуй, нет, эти гости такие. Блин, ну вот почему? Вот, ну я понимаю, что там бывают всякие сложные ситуации, там, ну это самое, ну все равно, ну как-то вот, ну шо ж это за трах тебе дох такой. Ой, высказалась. На душе мне полегчало. И на сердце тоже. Ну вот честно, вот абсолютно вот честно, вот кладу правую ладонь на левую грудь. И уже это самое, и, ну вот иногда бывает очень тяжело. Вот, ну, я понимаю, что как бы все может случиться. Со мной тоже это самое. Я иногда бывает там тоже уставший. Но я все равно как-то стараюсь, заходя в такие места, где люди работают с людьми, в общем-то, быть корректной, быть это самое, если что-то не понимаю, спрашивать, если что-то не нахожу, спрашивать, если что-то там это самое. А вот. Был у меня один эксцесс, честно скажу. Я после работы, вот сумасшедшая какая-то смена была, и я зашла в магазин, и, в общем-то, это самое. Получилось, что у них не совсем правильно была написана цена, а у меня денег было вот в притирочку. У меня было ровно 60 крон. Вот. И мне нужно было, вот я увидела там эти куриные филе за 40 крон. Вот. И там стоит одно филе за 10 крон. Ну, это уже потом, когда меня дошло, что в пакете лежали 4 филе. Значит, было анонсировано так, что один пакет, одно филе в пакете стоит 10. Я взяла 4 упаковки. Она мне говорит, 4 на 4 160 крон. Я говорю, как 160 крон? Он говорит, ну да, одно филе 10 крон. Я говорю, ну я вот 4 взяла. Она говорит, 4 упаковки в одно... 4 филе в одной упаковке. То есть, как бы, одна ошибка родила другую ошибку. Я говорю, нет, ну тогда я это самое... Я возьму только одну упаковку. Вот. И вместо того, чтобы вот тоже на таком этом самом... Я решила отшутиться, потому что, ну как бы, ну неприятная ситуация и для нее, и для меня. И отшутилась я тоже неправильно. Потому что вот уставшая, потому что мне хотелось сказать, что это самое. А получилось, что и шутка у меня злая вышла. Вот. Я сама расстроилась, в общем-то, ушла и женщину эту расстроила. Я понимаю, что она не виновата. Ну, просто смысл в том, что, как бы, человек... Не она писала это объявление в газете. Не она вот распечатывала это все. Но спустя какое-то время, я потом, заходя в магазин, каждый раз искала ее, но ее не было. И уже спустя несколько недель, когда она там, она получается, как бы работает по заместительству, я ее уже встретила, и я говорю, ты меня, пожалуйста, прости с этими гребанными курами. И вот так и так объяснила ситуация, я говорю, ты меня, пожалуйста, прости, я приношу свои извинения. Вот. Ну, мне как-то на душе полегчало, и совесть моя была чиста. Ну, смысл того, что, в общем-то, как бы неправильное одно решение действия, потом второе действие, потом усталость, потом то... Но я все-таки пришла и сказала, прости меня, я вот была неправа. Но! Сколько работаю, никто и никогда не сделал ничего подобного. А вот. И всегда ты виноват, и всегда это самое. Ой! В общем, выговорилась. Не знаю, поставлю я ли это видео, или не поставлю. Может, у меня полегче на душе станет так абсолютно... Абсолютно. И конкретно, и... И все будет хорошо. Ну, конечно, вот... Что есть, то есть, вот. Как ни говори, но... Работа с людьми, это все-таки... Хочется сказать, люди добрые. Люди добрые. Будьте добрыми и взаимовешливыми друг к другу. Потому что... Потому что... Да. Дорога вроде как ничего такая. Просоленная. Просыпанная. Ну, вот эти локальные, это, конечно, это... Это пестня. Ползу черепахой. Медленно и печально. Сидит мой встречальщик. Сидит мой зенатур. Ждет, пока я тут выберусь. Да. Сидит моя морда. Да, ты меня встречаешь. Да, ты меня встречаешь. Ты мой золотой кот. Да. Ты меня встречаешь. Ой. Ну, сегодня... Вот тебе. Что-то с тебя... Шкура лезет. Тюфсик. Что это такое? Скажите мне, пожалуйста, вот что это такое? Почему с тебя шкура лезет? М? Надо тебя вычухивать? Хочешь сказать, что летняя шкурка с тебя слезает? О, жуть какая. Слышишь, куда пошел? Куда пошел? Вот вам гости дорогие. Засранец. Ты засранец. Ты такой хостат. Да. Куда ты пошел? Таблетка моя. Да? Ты моя таблетка? От ненависти. К людям. Да. Ты моя таблетка от ненависти. Да. Вот эти таблетки меня и делают. Опять добрый. Как там? Леопольд. Давайте жить дружно. Давайте жить дружно. Да? Моя таблетка от ненависти. Вот ты, муж. Злодейский кот. Да. Ты мой злодейский кот. Да. Да. Что тебе? Вычухивать надо. Тебя надо вычухивать? Что такое? Почему ты весь такой пухнастый? Вот скажи мне, тюфсик. Что это такое? Почему ты такой пухнастый? Что такое? Почему ты такой пухнастый? Что нам с тобой делать надо? Что нам с тобой делать надо? Фоксик, он приличный пацан. Он сам себя вылизывает, вылизывает. А ты у нас что? Что это такое? Почему ты у меня такой абсолютно, абсолютно не знаю даже какой. Такой, такой. Почему ты у меня такой пухнастый? Почему с тебя шея слезет? Скажите мне, пожалуйста. Почему с тебя шея слезет? Тут у нас такие мур-мур-мур лыкалки. Вон, еще одна бежит. Вот они мои глазки. Фонарики. Привет, мой золотой. Здравствуй, мой золотой кот. Здравствуй, здравствуй. Ты тоже меня не дождался, да? Ты тоже вышел на улицу, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Так сказать. Как там отец мафии? Крестный отец, вот. Мне всегда очень нравится это самое, когда встречаются они, значит, и тюфсик подходит к фоксику и тот наклоняет голову, то есть, как бы принижает голову. То есть, я по типу под тобой и тюфсик начинает его облизывать голову, по типу как благословение дает. Да, фоксик? Да. Благословение. Один налево, второй направо. У нас опять какое-то непонятное взвесь летает. Взвесь. Всё, пошёл на дело. Ну что, пацаны, пошли кушать? Пойдём кушать. О, тут лёд голимый. Да, лёд голимый, скажи. Тут у нас... Две таблетки от ненависти у меня есть, которые мне очень напомогают. Да? Всё, таблетки пошли. Домой я.